Приветствую вас! И что-то заключается вот в чем. Мужчина ушел к коллеге на фоне острого конфликта между духами. Это было решение, это был поступок в не большей степени, но в значительной степени. Аффективный, то есть эмоциональный. И в долгосрочной перспективе мужчина понимает, что коллега, выступая для него в качестве отдушины, не подходит для, собственно говоря, семьи. Не подходит для, собственно говоря, того, чтобы с ней жить. Отдельно от вас, чтобы с ней полноценно создать семью. Кроме того, мужчина объективно удерживает ваши дети, и в семье он, точнее, ваш ребенок, и он не хочет терять связь с ребенком. Вы знаете, в этой ситуации он прекрасно понимает, что он вас содержит. И именно потому, что он вас содержит, он чувствует, что имеет нормальный власть. Он может приходить, когда хочет к вам, уходить, когда хочет, и вы ничего не можете им сказать. И эта ситуация, она, он пользуется, он пользуется этой ситуацией, пользуется тем, что вы, как бы, находитесь от него в зависимости. И, вы знаете, вот, несмотря ни на что, несмотря на то, что вы от него зависите, совершенно непозволительно ставить вас в такое положение. То есть, по сути, ставить вас на второе место, значит, по отношению к другой женщине. Это непозволительно, и потому вам, следует, в первую очередь, спросить у него вот что. Почему он не хочет развода? Ведь если он не хочет развода, значит, у него какие-то планы. Ну, было бы логично, если бы он вас в этих планах посвятил. Тогда бы вы, хотя бы, имели представление о том, что, чего ожидать в будущем. Дальше. Вы пишите, что, значит, оскорбили его очень сильно. И что вы чувствуете за эту вину? Это ошибка. Потому что, думаю, что женщина никогда без причины не стала бы оскорблять своего мужчину. Значит, что-то мужчина сделал такое, что вы оказались в достаточном эмоциональном состоянии, чтобы его оскорбить. И мужчины, критично относящиеся к себе, это безусловно понимают. И поэтому вы не виноваты, вы пишите, что вы виноваты, в большей степени вы чувствуете вину, из-за этого не можете, значит, наладить отношения, другие, ну, новые. А вы знаете, то есть, получается, следуя вашей логике, получается, что мужчина, значит, оскорбился, когда вы, значит, что-то ему сказали. И ушел, как коллег. А вы знаете, ссоры бывают у всех, и оскорбления тоже бывают у всех. Но любящий мужчина смотрит не на те слова, которые вы ему говорите, а на «Ага», то почему вы это сказали? И если мужчина обращает внимание на слова, значит, они его действительно задели. А раз они его задели, значит, они имеют под собой истину, верно истину. И ему неприятно это зазна. И именно поэтому они могут это забыть. Тут нужно понимать. Поэтому первое, что нужно сделать, это избавиться от чувства вины. В конфликте виноваты всегда оба человека. Но получает тогда, что только вы осознаете свою вину, потому что мужчина, он свою вину не осознал. Он продолжает делать так, как ему лучше, он продолжает осуществлять свои интересы, он продолжает, по сути, вести двойную игру и сидеть на двух ступах. Так, как ему удобно. Ему так удобно, и он это делает. А мысль страдает. Согласитесь, что это несколько непрятным в данном случае. И вот именно поэтому вам первое, что нужно, это отпустить ситуацию. Вы не несете ответственность за мужчину. Женщина – это очень эмоциональное существо. И для нее вырастить эмоции гораздо важнее, чем для мужчины. Если она это делает, значит такова ее подременность. Любящий мужчина это прекрасно понимает. Раз вас мужчина не понял и воспользовался этим фактом, как предлогом для того, чтобы уйти, или одним из предлогов, значит он уже давно хотел это сделать. Просто искал возможности. Он разошел. Так что, нет вашей вины в том, что с вами случилось, нет вашей вины в том, что произошло. Напротив, вы-то ведь ему не изменяли, а изменили, получается он вам, принял-то он вас, значит его вина все равно больше. И тем не менее, вы продолжаете себя винить. Отказывается ощущение, что ваше чувство вины не является следствием именно этой ситуации. Возможно, вы склонны себя винить из-за недостатка уверенности в себе, из-за отсутствия должного самолюбия, из-за отсутствия гордости, которые в этой ситуации принижаются. У вас можно понять, но пока вы сами не станете бороться с этой ситуацией, пока вы не хотите ее изменить, все так и будет продолжаться. Мужчине вам нужно верно сказать, что, дорогой, я не хочу, чтобы, значит, со мной был тот, кто меня принял. Можно было бы подумать о происшествии, но я не собираюсь делить тебя с другой женщиной. Я собираюсь быть для тебя на втором месте. Это вы имеете полное право сказать. Сказать один раз, сказать без агрессии, без злости. Сказать спокойно, расследительно, трезво. Мужчина полностью так считает. И, безусловно, по-первых, он этим значения не придаст. Но если вы начнете общаться с другими мужчинами, просто общаться, вы не думаете сразу про отношения. Вы не думаете, что вы сразу построите другие отношения, новые. Просто начните общаться с мужчиной. Просто почувствуйте себя желанным. Почувствуйте себя привлекательным. Ощутите, что вы на первом месте. Что вы в центре внимания. Вам этот принцип понравится совершенно. Нам понравится себя так чувствовать. Вы осознаете, что мужчина вас не ценил. Мужчина к вам привык. Мужчина за вас не держится. Не ценит, не бережет и не боится потерять. А напротив считает, что вы, вероятно, в чем-то еще виноваты. И вот когда у вас появится сравнение, вы увидите, что действительно лучше. Естественным образом, вы начнете действовать в пользу именно этого самостоятельного положения себя. Потому что вы почувствуете, что вас любят. Вы почувствуете, что вы востребованы. Так что не нужно сразу нацеливаться на новые отношения. Просто общение, просто взаимодействие. Может быть, какая-нибудь встреча, ничего не значит. И пока что. Но дать мужчине понять, что вы не собираетесь ждать его. Не собираетесь ради него терпеть такую ситуацию. Дать ему понять, что вы не должны ему за то, что он содержит вас. А в данном случае вы ему не должны. И будет самым правильным решением в этой ситуации. Ну и безусловно, желательно прояснить им мотивы, по которому он не хочет заработать. То есть, это очень эгоистичное поведение. И тут нужно максимально ясно внести. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго.